Другой новости, обещанный успех нашей программы, редакторская удача. Вот по какой новости. Президент Литвы в конце прошлой недели заявил, что страна Литва стала космической державой. В связи с запуском двух литовских спутников на ракете Антары с компанией Orbital Sciences, стартовавшей из Центра национального управления по аэронавтике и исследованию космоса НАСА на острове Улобс, президент Литвы, не прочитаю, как зовут, заявил, что республика стала космической державой. Спутники весят примерно каждый по килограмму, смотрите. Спутники Лит-САД-1 и Литуан-Ниска-САД-1 со скромным весом, менее чем 4 килограмма, были впервые выведены на орбиту. Не могу понять, чем будут заниматься на орбите эти спутники. А мы сейчас вывестим, потому что у нас на связи руководитель Литв-Космос, мы его называем. У нас есть Роскосмос, а там Литв-Космос. На самом деле, Министерство космоса и космической промышленности Литвы, Витслопос Радиалопес, Радиалопес, извините, он у нас на связи. Витслопос, вы с нами? Да, здравствуйте. Здравствуйте, во-первых, поздравляем вас, конечно. Ну, как космическая держава, космическую державу, если так можно сказать. Мы вас там ждали. Да, поехали. Спасибо. А ваш спутник умеет это говорить, да? Нет, он делает другое, он делает PPP. Кстати, вот очень интересно, а что это за спутник, сколько он весит, какого объема и какие функции выполняет? Он небольшой, мы сделали его из железа. Так. Вот, и он будет в космосе все время делать PPP. На кого? На какую страну? Нет, мы же два спутника запустили, и за ним другой будет лететь спутник, тоже маленький, и он будет принимать эти PPP и родоваться. Так, это понятно. А какая-то, не знаю, практическая или, может быть, научная ценность? Мы понимаем, что это огромный шаг для маленькой гордой страны, вот шаг в космос, но какая практическая или научная ценность есть вот в этих PPP взаимых? Научная ценность, что, значит, один, ну, что есть большой символический шаг и акт в этом, что два спутничка, один друг за другом будет лететь, и один будет делать PPP, а другой будет также принимать это PPP и знать, что впереди где-то есть другой железный. А вы в курсе, что просто Молдавия тоже планирует сейчас запустить спутник? Я не помню, как он будет называться, но он планировал делать ККК, и тоже, возможно, он в эту цепь встроится. Вас это не пугает? Нет, мы, когда мы собирались, готовились стать большой космической державой, мы все прекрасно понимали, что нам придется калькурировать с другими большими космическими державами, с Гвинеей, Молдавией и другой. Вы сделали теперь, у нас буквально 30 секунд осталось до паузы. Какие следующие шаги вот в вашей, в литовской космической программе намечены уже? Ну, вы знаете, у нас есть очень амбициозный план. Мы хотим сейчас запустить вот за теми двумя еще один третий спутник. Так. Вот, мы пока не знаем, что он будет делать. А, ну это будет третий спутник. Третий будет за теми лететь, как гирлянда. Отлично. И тоже делать, возможно, какие-нибудь небольшие пи-пи-пи. Нормально, это амбициозный очень план. Спасибо большое. У нас был руководитель... А, ладно, потом представим. Я напоминаю. У нас был на связи руководитель Литвы Космос Витцлопос Радиолопис. Радиолопос. Или Радиолопос. Да, да, да. Непонятно, может, Радиолопость. Об отчете о том, что Литванка, конечно, стала космической державой, и что амбиции космические у Литвы не сопоставимы с размерами самой Литвы. Вообще в космосе стало теснее. Ровно на 2 килограмма. Высокотехнологичного железа. ПРОФИЛАКТИКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова